Это новая ракета, все-таки она мало испытанная и мало показала свою боевую эффективность. И те заявления о перемогах, которые приписываются этой ракете, они сомнительны. Факт наличия у украинской стороны, у украинских ВСУ противокорабельных ракет «Нептун» установлен. Что касается тактико-технических характеристик этой противокорабельной ракеты, то практически полностью все ее характеристики срисованы, так скажем, с нашей Х-35, которая установлена на береговых ракетных комплексах «БАУ» с дальностью стрельбы от 130 км, а в последних модификациях до 280. Что касается украинской ракеты, то по заявлению украинской стороны, эта ракета преодолевает расстояние примерно в 280 км, но ведутся работы для того, чтобы она больший радиус боевого применения имела. Что касается системы наведения, то, безусловно, мы понимаем, что контактный взрыватель, который находится вместе с боевой частью, находится в передней части ракеты. Что касается оперения, вы видите, то оно необходимо для того, чтобы корректировать курс. Мало того, когда они в контейнере, эти крылья могут быть сложены. Эти крылья могут становиться в боевое положение после уже выпуска ракеты с боевого контейнера. В контейнере размещаются четыре таких ракеты. Что касается количества ракет, которые есть на вооружении ВСУ, здесь нужно, мы можем говорить лишь о дивизионе максимум двух. То есть это примерно 8 батарей, я думаю. Это максимальное количество, где-то 3х8-24 штук, максимум. Это новая ракета, все-таки она мало испытана и мало показала свою боевую эффективность. И те заявления о перемогах, которые приписываются этой ракете, они сомнительны, потому что именно в тот период Украина получила гарпуны. То есть мы можем понимать, что экзистенциальную угрозу Черноморскому флоту, нашим кораблям в акватории Черного моря большую угрозу представляют гарпуны. Но списывать со счетов украинские разработки мы тоже не можем, потому что они основаны на советских разработках. Что касается скорости, мы должны отметить, что это дозвуковая ракета. То есть она летит со скоростью меньше маха. Это значит, что в принципе средства огневого поражения, которые есть на вооружении наших систем ПВО, все быстрее нее. Это значит, что в принципе, по большому счету, ее можно и на маршевом участке ловить, и на окончательном участке траектории. Реальность в том, что мы можем перехватывать эти ракеты нашими системами и комплексами ПВО. Многоэшелонированная оборона ПВО построена на территории Крыма с 2014 года. Речь идет о том, что есть системы ПВО ближнего радиуса действия, есть системы ПВО среднего радиуса действия, есть системы дальнего радиуса действия. Что касается дальнего радиуса действия, это стартовая позиция. Как только ракета выходит с контейнера и идет на марш, уже там можно поражать стартовые позиции локации. Если же ракета уже вышла после марша на сверхнизкую высоту, то есть от 3 до 10 метров, то есть летит практически над волной, то нужно понимать, что какое-то количество мореходности у нее тоже есть. Если будет очень большая волна, она может потерять курс. Если будет штиль на море, то она преодолеет эту проблему. Но при этом, если она будет обнаружена различными способами, нашими системами ПВО, это могут быть радары, это могут быть наша истребительная авиация, которая работает в тандеме с комплексами ПВО, находящимися на берегу, либо корабельными комплексами ПВО. И тогда этот вопрос будет решаться в кооперации, то есть как действует единая система управления тактическими звеньями. То есть получается команда, значит эта команда распространяется на не один даже, а на целую батарею комплекса нашего Панцирь-С или там это может быть Тор. И идет поражение огневого этого средства, огневого поражения, как крылатая ракета «Нептун». Это средство поражения, которое хорошо видно, это 5 метров все-таки. То есть коэффициент эффективного рассеяния достаточно для того, чтобы она была замечена, потому что наши радары могут увидеть и мячик теннисный, то есть дрон с размером с теннисным мячиком. Что касается этой ракеты, то она достаточно крупная, поэтому бояться супостата не будем, но и недооценивать врага мы тоже не можем. Для того, чтобы оперативно нарастить производство крылатых ракет «Нептун» на Украине нужно огромное финансирование. Учитывая тот факт, что принята ими концепция террористической асимметричной войны, то есть действий, которые связаны с политическими убийствами, запуском дронов, а также с выходами в рейды диверсионными группами и на катерах либо пешими, либо механизированными, мы понимаем, что на ракетную технику у них остается совсем немного денег. Если будет задача пилить деньги, то они распилят их в достаточно быстрых количествах и изготовят какое-то количество ракет для пруфа, для отчетности. Это будет минимальное количество ракет, напишут много. Значит, напишут, что сбили или еще что-то напишут, но будет ракет не так много на самом деле. У них нет аутентичного производства. Субтитры создавал DimaTorzok